Я мог бы стать бездомным 15 лет назад, но я не опустил руки и стал тем, кем я стал. Делай выбор и не жалей о нем, не оглядывайся назад. Гадкий маленький секрет заключался в том, что я не мог читать. Это смешно, но я до сих пор читаю очень медленно. Лучшее место для достижения успеха, это то, где вы находитесь с тем, что у вас есть. Ничто так не убивает человека, как критика со стороны начальства. Нет ничего невозможного для энтузиаста своего дела. Люди добиваются успеха практически во всем, чем они искренне увлечены. Иногда извлеченный мною опыт состоял в том, что я понимал, кем не хочу быть. Индивидуальность для человека, то же самое, что аромат для цветка. Поощрение соперничества, это стремление добиться превосходства. Я быстро узнал, что если я буду продолжать это и пахать прямо через отклонение, я в конечном счете заставлю кого-то, покупать мои товары. Лучший способ добиться успеха, это стимулировать конкуренцию. Я сделал все, что мог, выращивал цыплят, толкал тележку с мороженым, мешал с грецкими орехами, водил трактор на свекольной ферме, работал на железной дороге. И все это мне очень помогло в жизни. Мне еще не удалось найти человека, каким бы возвышенным он ни был, который не работал лучше и прилагал больше усилий в духе одобрения, чем в духе критики. Доброта сильнее, чем принуждение. Много раз я вижу решение получше и быстрее, чем другие люди. Я вижу конечную зону и говорю, вот куда я хочу пойти. Страсть, великий убийца бедствий. Сосредоточьтесь на сильных сторонах и на том, что вам нравится. Никто не хочет быть пассивным. Индексация не пассивна, гораздо больше идет на индексацию, чем на то, как акция становится следующим глючным кнутом. Не ограничивайся инвестированием в финансовый мир. Вложи что-нибудь от себя, и ты будешь богато вознагражден. Я как начальник. Мне нравится пробовать еду. Если она плохая на вкус, я ее не подаю. Намечая предел тому, что он намерен совершить, человек намечает предел тому, что он способен совершить. Первая важная задача на жизненном пути юноши, найти то дело, для которого он годится, заниматься которым он наиболее приспособлен, причем заниматься с удовольствием. Казалось, я просто вынужден быть искренним и честным. У меня нет другого выхода. А в индустрии, где надо быть краснобаем, с таким подходом карьеру не сделаешь. Общение с людьми, оказавшимися заложниками своей работы без особой надежды, найти подходящую вакансию, стало для меня дополнительной мотивацией, чтобы закончить университет. Разницу между тем, кто что-то достиг, и тем, кто не достиг ничего, определяет кто, кто стартовал раньше. Думаю, я всегда был относительно уверенным в себе человек, или выработал это свойство со временем, сам того не сознавая. В значительной степени это произошло благодаря моей открытости, и готовности пробовать новое. Меня однажды спросили, может ли большой бизнесмен достичь своей цели. Я ответил, что если человек когда-либо достигает своей цели, то он небольшой бизнесмен. Чтобы добиться выполнения трудной работы, нужно пробудить дух соперничества. Я подразумеваю соперничество не с единственно корыстной целью, заработать побольше денег, а с желанием доказать свое превосходство. Я считаю, что моя способность вызывать энтузиазм среди мужчин, это самое ценное, что у меня есть. Все успешные работодатели неустанно ищут людей, способных делать необычное, людей мыслящих, людей, которые привлекают к себе внимание тем, что исполняют больше, чем от них ожидают. Самым ценным своим качеством я считаю умение, вызывать у людей энтузиазм и развивать то, что есть лучшего в человеке, с помощью признания его достоинств и поощрения. Говорят, нужда, мать всех изобретений. Индивидуальность для человека, то же самое, что аромат для цветка. По моему опыту, прибыль приходит вслед за ростом, а чем больше прибыль, тем выше стоимость акций. Я постоянно слежу за тем, что мы делаем, и всегда ищу лучшие способы предоставления финансовых услуг. Способы, которые сделали бы меня счастливым, если бы я был клиентом. Способ развивать лучшее, что есть в человеке, это признательность и ободрение. Я не умел читать. Я просто соскочил. Тогда я решил читать комиксы, потому что я мог понять их из контекста картин. Теперь я слушаю книги на кассете. Человек, который работает не ради любви к работе, а только ради денег, вряд ли заработает денег, и не получит большого удовольствия в жизни. Живи такой жизнью, которая сделает тебя добрым и дружелюбным, по отношению к другим людям, и ты будешь приятно удивлен тем, насколько счастливой станет твоя жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!